Среди садовников компасная трава или каратодерия двудомная, интересное растение с необычным названием, стремительно входит в моду. Однако за рубежом она хорошо известна и культивируется уже не один век. Особую популярность компасная трава получила в Великобритании во времена правления королевы Виктории. Романтичные, конченые викторианские сады, предполагающие слияние природы человека, как нельзя лучше подходили для высадки этого экзотического растения. С тех пор компасная трава заняла свое законное место в ландшафтных композициях усадеб старой доброй Англии. В Европу компасная трава попала из Южной Америки. Это растение было эндемиком до той поры, пока немецкие ботаники Александр фон Гумбольд и Фридрих Село не описали и не вывезли несколько экземпляров. Поскольку узкие длинные листья растения имеют весьма острый край, свое название картодерия получила от испанского слова кордор, что означает резок. А один из самых распространенных видов картодерия Село была названа в честь Фридриха Село. Интересно, что в Бразилии и других южноамериканских странах картодерия никогда не культивировалась как декоративное растение, возможно потому, что ее и так хватало в дикой природе. Некоторые виды травы жителей Южной Америки использовали на корм скоту, другие как основы для изготовления бумаги. Но в целом на родине растение считалось и продолжает считаться одним из самых устойчивых сорняков. В районах с благоприятным климатом помпасная трава распространяется с угрожающей скоростью. Ее семена рассеиваются ветрами и легко прорастают, в короткие сроки занимая все большую площадь и вытесняя другие виды. Растения способны нанести вред птицам, которые могут пораниться в ее острые края. Кроме того, в Южной Америке сухая помпасная трава часто становится причиной пожара. Из-за этих отрицательных факторов в некоторых местах, например, в Калифорнии, Новой Зеландии, на Гавайях, продажи и культивирование помпасной травы запрещены. В растительных композициях помпасная трава смотрится необычайно эффектно. Для высоких раскидистой метелки, похожей на перья роскошных экзотических птиц, двигающихся вслед за вид порывами ветра, настраивает на романтический умиротворяющий лад. Помпасная трава хороша и поодиночке, в сочетании с другими представителями царства флоры. Поскольку высота картодерии весьма значительна, на клумбе она обычно используется как солитер, центр композиции для менее высоких растений. Впрочем, ничего не мешает посадить помпасную траву рядом с кустарниками или даже деревьями. Для воздушных соцветий и тонкая листва прекрасно оттенит более плотную зелень. Если вам понравилась помпасная трава, то семена вы всегда сможете приобрести в магазине Феникс по ссылочке в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик, так вы не пропустите новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok